Ну, когда я узнала про то, что летом можно ребенку, чтобы не был дома, чтобы не было ему скучно, чтобы он не спал до обеда, телефон не закрыл, думаю, лучше пускай идет учиться. А она тем более любит учиться. И даже когда она закончила, вот, все радовались, что все, последний день, а она, наоборот, грустила. Здесь обучались двое детей, и дочка обучалась на сеньора и сын на джуниора. Они у меня впечатлительные, и каждый день приходят и делятся со мной. Я еще в прошлом году хотела отдать его, но в прошлом году мы еще были маленькими, в седьмом классе. Ну, все хорошо, как-то вот все мне нравится, что как-то современно, все на уровне на каком-то. И мне кажется, это какую-то пользу ей все равно принесет. Это вот эмоционально, они прям вот каждый день рассказывали, как проходят их занятия по статистике, по английскому языку, математика в цифрах. Так они вообще там нам рассказывали, говорит, мама, там, оказывается, какие-то задачи нужно решить. Ну, у нас чуть-чуть была проблема с тем, что мы вставать не хотели рано. Ну, а так он прям загорелся, учился. Я все время думала, интересно, как. Ну, я его и не прям нагружала, не говорила, не давила. Ты должен там хорошо учиться. Я его пустила по свободному плаванию, мне было больше результатов, как он себя поведет в коллективе. Потому что даже все равно, если он хочет после девятого уйти в колледжи, совсем другая жизнь начнется, чем в школе. Ей, между прочим, это очень даже помогло, потому что немножко смущается. Хотя она и учится хорошо везде, и в много школ ходит, но как-то все равно не может легко. А тут она говорит, мне научили, говорит, я теперь поняла, говорит, как надо. Ну, в общем, мотивация была сильнейшая, поэтому я бы рекомендовала такие курсы для детей. Они раскрывают и дают такой толчок сильный для развития. И мы очень благодарны. Ему очень понравилось, и нам понравилось, и к родителям. Мы благодарны за то, что это не просто давка, там, учителей учись, учись, а какое-то свободное. Он приходил, мне показывал, как вы здесь проводите мероприятия, видео показывал. Они стали более открытыми. Я же говорю, вот прям, они делились каждый день своими впечатлениями. Это было настолько вот для них интересно, да, что вот они после школы, когда приходят, их спрашиваешь, ну, что там узнали, да. То есть я как родитель, мне интересно, да, что они узнали. Ну, и я понимаю, когда ребенку интересно, он каждый день приходит и начинает рассказывать. И у нас теперь один большой вопрос. Профессию выберем и, наверное, вперед. Дай Бог, поступим в 10-11 класс в колледж. Спасибо большое вам. Спасибо.